Это Джулбарс, белорусский нелегал. В Латвии он появился во время расследования латвийского телевидения о нелегальном трафике собак и кошек из Беларуси и России в страны Евросоюза. Журналисты выяснили, животных возили через Польшу, Литву и Латвию зачастую с нарушениями. Например, Джулбарс приехал, когда ему было два месяца, и у него не было ни одной прививки, в том числе от бешенства, которое обязательно в Евросоюзе. Нередко животные приезжают больные. У Джулбарса генетическое заболевание. Теперь это моя собака, и я о ней заботюсь. И именно в Латвии таких нелегалов легализовали. В некоторых клиниках без лишних вопросов вставляли микрочипы, делали европейский паспорт. И дальше животные либо оседали в Латвии, либо отправлялись в другие европейские страны. Приезжают больные собаки, больные коты, их привозят машинами, по клеткам. И подешевле продают. И это довольно некрасивый черный бизнес. Я знаю, что в Европе этот нелегальный трафик собак за год заносит прибыль 1,4 миллиарда. Два года назад Еврокомиссия, видя, как много животных завезено в Евросоюз и время от времени констатируется нарушение, организовала акцию, чтобы проследить этот поток и оперативно обмениваться информацией о нарушениях. Это было больше связано с физическими лицами, которые на границе всё красиво декларировали, что это некоммерческая перевозка, везу допустимое количество животных до пяти и декларирую, что они мои. Но дальше, проводя контроль, мои коллеги, в том числе и из других стран, констатировали, что эти животные шли на продажу. Таким образом, каждый год через латвийскую границу в страны ЕС ввозили тысячи домашних животных, говорят в ветеринарной службе. Но во время пандемии, после введения ковид-ограничений, некоммерческие перевозки пошли на спад. Однако выросли перевозки коммерчески. Животных везут как груз и везут в большом объёме. В прошлом году, по данным ветеринарной службы, через Латвию везли почти 13 тысяч собак и котов. Например, в ветеринарном сертификате мы видим, что конечный получатель груза в Бельгии или во Франции. Но спустя какое-то время службы, проверяя адрес, констатируют, что адрес вообще не существует. Или животное там никогда не появлялось, или человек есть, но он никогда не думал покупать животное в России или Беларуси. Таких случаев много. Литовская ветеринарная служба нам приводит свои цифры. За прошлый год в Литву не пустили 63 домашних питомца. Причина отказа – от неподходящих условий транспортировки до несоответствий в документах. Животные не привиты или недостаточно привиты от бешенства. Поддельные документы о вакцинации от бешенства. Недостоверные сопроводительные ветеринарные сертификаты. Такие недостатки вызывают серьезные сомнения в дальнейшем применении и эффективном выполнении правил по профилактике и борьбе с бешенством, а также в достоверности официальных сертификатов, выдаваемых в России и Беларуси. Россия и Беларусь – страны с высоким риском заражения бешенством. Поэтому Евросоюз ужесточает правила ввоза собак, кошек и домашних хорьков из этих стран. Теперь нужны не только микрощип и прививка от бешенства, но и тест на антитела к бешенству. Это значительно увеличивает время ожидания. Прививка делается в 12 недель после рождения, 21 день карантин, через месяц тест на антитела. Еще три месяца надо ждать, только тогда животное может въехать в ЕС. То есть, если вы хотите купить, к примеру, щенка из России или Беларуси, он не может быть младше семи месяцев. Мера вступила в силу в середине сентября, однако борцы за права животных опасаются, что и ее можно обойти. Я думаю, что эти тесты, так же как чипы, так же как паспорта, очень просто можно подделать. Мне хочется верить, что это не будут ветеринарные врачи, а скорее предприимчивые люди, а-ля Стапо Бендеры, которые всегда придумают, как требование обойти. Перед тем, как новое требование вступило в силу, заметно увеличилась активность на границе. Животных пытались провести в ЕС как можно больше, подтверждают в латвийской ветеринарной службе. Например, в Литве не пустили рекордную партию – 74 кота. С документами все было в порядке, претензии возникли к условиям транспортировки. Котов везли в тесных клетках, сообщает литовская ветеринарная служба. Места было так мало, что животные даже не могли повернуться. Конечной целью значилась Германия. В Литву котов не пустили, пришлось возвращать их обратно в Беларусь. Диана Озолани, Даниил Жилинский. Настоящее время. Балтия.